Доброчинная акция по сдаче крови пришла в Могилёве. Удел ее принял персонал дорослой и детячей областных больниц. Сирот удельника акции были как гоноровые доноры, так и те, кто сдает кровь в Першиню. Коля 70 работников Могилёвской областной больницы вы решили сдать кровь и отмываться от отповедной грошовой выплаты. Люди не только каждый день уваживают за ними, пытаются вернуть им здоровье, пытаются, скажем так, вернуть многие жизни, но еще и сами сдают кровь. Поэтому, я думаю, что лучшей популяризации донорства безвозмездно быть не может. После сдачи крови яны спешаются назад на дежурные посты и у отделения. Врачи и медицинские сестры тут, на переднем крае, бачат, что кровь необходима их пациентам что дня. Тому для многих эта акция не одинковая. После 40 кровосдач почетный донор становится. Но у меня уже больше 70. Это сколько лет? О, я еще училась в медучилище сдавала. Есть и те, кто сдает кровь в первый раз. Тем не менее, хвалявания и сомнений у него. Медики яны такие. Я решила оказать помощь тем людям, может быть, детям, которые в этом нуждаются. Вы сдаёте первый раз? Я сдаю в первый раз. Как самочувствие? Все очень хорошо, все великолепно. Ем одеялись кардиохирургии, реанимация. Донорская кровь потребна практически в каждом отделении. Она будет обследована, завтра будет выдана в лечебное учреждение. По заявкам, кому необходимо в лечебное учреждение сберут. Основное отделение, которое невозможно представить себе без переливания препаратов крови и компонентов, это гематологическое отделение. Вот пациенты на пятом этаже, они не могут перенести химиотерапию, им не может быть продлена жизнь без переливания крови. До речи, по рекомендации Сусветной Организации Аховы Здоровья, до 2020 года донорство целком плануется перевести на безвыплатную основу. Татьяна Дмитриева, Витальй Алексеенко, Новины Регион.